Что же сегодня интересного в этой замечательной вкладочке можно найти? Говорят, что мини-игры стали вытеснять обычные уровни, не давая им пробиться к рядовому игроку. Как же надоели эти копии уже имеющихся игр, воссозданные в редакторе, включая даже те, которые созданы с нуля. Они портят всю концепцию Geometry Dash. Лучше стоять на месте и ничего не менять, ведь отсутствие прогресса это верный путь, который ведет в никуда. Изначально, когда я только узнал о выходе нового ролика от Роберта, мне сразу захотелось записать свой, но уже новостной. Поскольку в кои-то веки появилась интересная тема для него. Но когда я увидел реакцию комьюнити, решил немного повременить с его выходом и как оказалось не зря. Все как один начали высказывать одну и ту же точку зрения, которая заключается в том, что режим платформера, показанный в ролике, испортит всю концепцию игры. После выхода обновления, каждый начнет создавать мини-игры, в частности уровни платформера, из-за чего Geometry Dash потеряет свою уникальность. Такое мнение имеет место быть, но рассматривать ситуацию только с одной стороны, значит быть предвзятым. Давайте для начала попытаемся ответить на вопрос, сколько креаторов на данный момент регулярно создают мини-игры. Два? Три? Да их можно буквально пересчитать по пальцам. В самом начале этого ролика я попытался донести до вас, что уровни в большинстве своем создаются самые обычные, а мини-игр все же меньшинство, так как их и особо создавать некому. Исключать того факта, что ситуация может измениться нельзя, ведь самое простое в создании мини-игр управление будет уже готово. Но не стоит забывать о том, что остальное все равно придется разрабатывать с помощью триггеров, количество которых в 2.2 безусловно увеличится. Поэтому новичкам станет еще труднее осваивать редактор и постигать азы создания мини-игр. Даже если появится большое количество однообразных уровней платформеров, Роберт не будет оценивать каждый первый, я по крайней мере на это надеюсь. Тем более костяк креаторов, которые после обновления начнут по максимуму задействовать новые функции редактора, уже сформировался. И теперь самое главное, если режим платформера и будет добавлен, то только в качестве дополнительной функции, что никак не изменит концепцию игры, а лишь дополнит ее. Говоря же о ролике Роберта, стоит отметить несколько крайне занятных моментов. Если про анимацию куба, новый фон и факел все понятно, то вот с кнопками перемещения не все так просто. Оказывается, они скопированы с другой игры, и кто бы мог подумать, это незаконченная игра самого Роберта. Именно с нее были взяты эти кнопки. Исходя из этого, можно сделать два вывода. Либо режим платформера будет действительно добавлен, либо ролик, который был ответом на пост гитары, является просто шуткой. Хотя с другой стороны, тратить время на разработку отдельного режима только ради какого-то ответа в твиттере, было бы немного странно. В общем, пока что сложно делать конкретные выводы, так как информации для этого недостаточно. Так, почему главное меню игры изменилось? А, у меня же запущен сервер, который называется Geometry Dash Open Server. Лаунчер, позволяющий запускать его, был недавно обновлен, и теперь является лучшим в своем роде. Прямо в нем можно загружать и слушать музыку, включать необходимые модификации и многое другое. Модераторы набираются из числа активных игроков, поэтому им может стать каждый. Кроме этого, ни один уровень не обделяется вниманием. Ссылка на сервер будет в описании. И раз сегодня речь зашла о мини-играх и людях, которые стали их вдруг воспринимать неоднозначно, говоря, что они ломают концепцию игры, я бы хотел анонсировать свою новую мини-игру, о которой я пока что не буду подробно рассказывать. Но скажу только, что это головоломка, суть которой будет заключаться в перемещении ящиков на определенные места. На первый взгляд кажется все предельно простым. Ладно, скоро сами все увидите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова